Авиаторы между собой называют эту машину «Диайсер», то есть противообледенительная техника. Принцип работы – распыление под большим давлением специальных жидкостей на основе гликолей. Тонкая пленка не дает образовываться наледи во время набора высоты. Сейчас без такой машины ни один международный аэропорт не сможет пройти лицензирование. Авиакомпании перед тем, как открыть рейс в порт, приезжают проверять, какого класса в нем диайсеры. В нашем до сих пор обработка проводилась отечественной техникой с 30-летним стажем. У нее и высота подъема кабины была всего 12 метров. И этого не хватало для некоторых типов самолетов. Новая машина позволяет оператору подниматься на 6 метров выше. Есть и другие преимущества. На этой машине существенно сокращается время обработки воздушного судна. Ну и качественнее. Жидкости те же самые, но в старой машине одним типом можно было обрабатывать. Здесь уже позволяет в два этапа обрабатывать одной машиной. Как раз это отличие принципиальное. Зимой экипажи могут запросить две обработки. От снега и льда на земле и против будущего обледенения в воздухе. Диайсер позволяет это делать очень быстро. А прежнюю машину пришлось бы заправлять другим типом жидкости. Техника уникальная. Комплектовалась специально для Бакана. Шасси КамАЗовское. КамАЗовское так дешевле. Все остальное итальянское. 22 миллиона рублей на новую машину выделил республиканский бюджет. Кроме того, в рамках программы модернизации аэропорт с апреля по май планирует отремонтировать так называемый накопитель. Сделать его современным и удобным для пассажиров. Преобразится за лето привокзальная площадь. Специалисты воздушной гавани Абакана работают и над расширением географии полетов. С начала года мы восстановили рейсы, которые выполняются на Иркутске и Новосибирск. С наступлением рейсов летнего списания частота этих рейсов будет увеличена. В планах открытие рейса на Симферополь, а также связать столицу Хакасии с Москвой третьим рейсом вечерним. Льготные билеты до Крыма будут стоить в пределах 15 тысяч рублей, а вечерний рейс в Москву планируется транзитным через Екатеринбург. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.